всем привет с вами медный и я на хотя а также вот этот вот астронавт рака agro channel всем привет ребятишки и в сегодняшней серии мы отправимся на самую опасную планету приятного просмотра подписочка комментарии и лайки если не подпишитесь так первым делом мы упакуем наш плане доход полетел полетел ловлю 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 баски . этот но это мы все в ракеты также а где наша большая ракета кстати а я понял где ешь и оставила старой базе но все поехал на старую базу за ракетой давай возвращаю на место ну попробую на на родные места так ракету подогнал осталось только упаковать наш этот я так думаю вы едем на генераторах потому что как бы там это двигатель на 25 иди покажу прикол подойдешь к ракете да смотри зажми на двигатели f вот на этом который на земле да пока пока колбаска так что ты сделал еще одну сиденье сидуху или не да я сошел за соединением нашел все в одну сидуху на ракету тебе придется сесть где-то у нас были генераторы на планетоходе обычные не помнишь ну ладно принципе новая из крафта нам два генератора сиденье там для планетохода до пачки суши это на ракету и полетели у тебя тут двигатель твердого топлива валяется я знаю я его крафт вышли перри в себя залазь вон в этот в сиденье которое стоит на ракете уже и вот ракета ты тормоз он нажимаешь я и и ты сразу сможешь сесть эфи момент лейте и сел в ракету вот станет где я господи нажми и на вестись на ракете и нажми и нажми вот сиденье видишь над контейнером сиденья прям дохода сажать в него f нажми теперь я нажми так хорошо я понял меня вы из лидер детей в баню я знаю господи как долго я прицелиться не мог переслась мысли я должен первый сесть но не могу управлять ракеты теперь иди сиди себе брат заново прицеливаться на сухо их господи как тяжело улететь на атрокс невообразимо просто а как тяжело будет на атроксе атрокс поехали дамы эту планету вообще на атом разделим вообще как а я планету то шатал эту сам лично там и такое ядро от нее сейчас оставим смотри чтоб она от нас только ядро не оставила так нож двигатели оставлю здесь планета ход распаковываем собирая эти органика нужно любая и распаковываем свой этот так генераторы я поставил надо зарядить так пока меня ртг-шкой заряжу у меня как раз есть тут мало вот за мной органика есть да я собираю нормально тут органики хватает тоже блин о спид флайер походу то что нам надо ну да органики немного конечно так ты ты то что нам надо да спид флайер вот он он нам нужен первый первый нашел ты что такое раковина так я два семечка спид флайер и нашел красава нам еще надо наверное 2 2 маловато а вот и атаки все нам уже ничего не нужно а вот котлендия самая быстрая котлендия на диком западе стырить оп-оп-оп-оп-оп все мы ту котленди выкинем эту домой завезем значит правда планитоход придется здесь оставить но это не проблема с крафтим новый потом хотя почему у нас есть упаковщики у нас все влезть должно все должно или что где-то забирай забирай это нам надо это атакер аккуратно он тебя убить может но семечки забираю покажи как называется атаку за 4 тысячи семена вот то что надо то что она предмет для исследования забирать не надо еще спид файеров найти а у меня бур стоял все это время энергетика целая фильтр кислорода ты же говорил тут солнце нет солнца не ведь есть солнце но но очень редко и мало кто стреляет и кого стреляющие короче два спид файера надо найти один точнее еще спид фар хотя бы найти летучие семена до свихи уже не надо так сможем ли мы упаковать котлендию сможем вообще с пушка нереалка так котлендию мы упаковали где у нас пит флайер как тебе такое у него крылышки большие еще с отъеду на принято ходим уж поищу они должны быть здесь один хотя бы найти и вообще четко но уже качать и будем потом мутить будем полюсово я нашел 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 бегу за ним блин нам круг крупно повезло семенами обычных сложновато найти вроде как я думал мы планету и то есть ничтож все я нашел все семена можем сваливать отсюда все так быстро прошло да я тоже думал честно говоря что это будет дольше но здесь солнце не видно здесь все позабыто да нет достаточно страна фигуры я топтал планету ты чё лезешь под колеса так сиденье так вот это в себя сиденье сюда одно придется сиденье оставить здесь но это и не важно в принципе и планета ход мы еще с собой заберем чик где ртг 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 я забыл ртг снять по не походу она куда-то улететь да вот она лежит ты нашел ртг но где мини ртг да 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 забыли все все садись полетели нафиг отсюда опять поцеливаться все готов ничего сложного там нет абсолютно он пояснил я тебя заполнил планеты я вернусь на себя ты едят вот я а-а-а-а-а-а-а-а-а садимся снова у нас двигатель сгорел блядь не смешно садись подожди подожди вот тут это на ваш на ужин садись я все собрал что нужно нет я просто роты и топтал ну ладно она вплюнула в меня но я сильнее так домой где наш дом сильва сильва а вот и наш дом прям чистенько все чистенько сделаем короче нам теперь надо как-то отдельную это сделать с тобой отдельную территорию условно где мы будем сажать вот эти имена я предлагаю это прям вот здесь снизу наверно делать под ракет а вот в этой территории да вот где вот где я бегаю вот здесь можно не ну как раз она близко базу были заход скат лень сдавать здесь окей короче то сажаем все эти семки что мы собрали пока что сажая все сейчас да я возьму это да вручную можно посадить я ленивый слишком ленивый человек говорит тот который побежал блин за просто они могут атаковать и не помню мутирующие тебя по моему атакуют из не ошибаюсь атакуют то это не очень хорошо потому что наши ракеты и все умрут я тогда их выселённых меня с ним с ними разговор короткий будет так нужно тогда платформа под катлендию и нам надо будет еще с выравниваниями много поиграться я попробую это все автоматизировать давай смотри а просто выровняю вот эту чтоб ракета в принципе не зацепила там они только вблизи атакуют так сейчас посмотрим будут они атаковать или нет они выросла ладно я все они выросли они атакуют все отлично уже медленность на все эти спецфайры еще растут а эти уже все выросли на тебя твои ртг наша котлендия нужно под нее платформа так платформа а это катавона на трактор поставь да и всегда не мне нужно платформу платформу какую-нибудь большую наверное надо подумать нам у нас надо расширить базу наверно я буду делать тыквали тыквалина она будет варить скидывать сразу на одну платформу соответственно мы можем делать это да на одной платформе можно делать нас генератора не работают потухли пофиг на них пока что не нам пока не не нужны вот два железа две смолы надо мне сейчас я сделал большую платформу смола есть а мы наверное тыковки не собрали на тракси я не знаю не уверен нужны они нам будут или нет возможно нет короче пока делаем большую платформу сейчас подумаем как дальше нам делать надо по факту смотреть я так не понимать как изучение закончена до тыквы пересаживать вниз тогда короче давай займемся пока пересадкой так короче сейчас попробую будет ли это работать я не уверен конечно но теоретически по идее должно только вот то что она у нас стоит наверху это не очень правильно на самом деле нам это надо разместить как-то все вот над этом одном месте наше насаждение имею ввиду вот так ну и еще желательно энергии все соединить вместе а то у нас пока это все только трактора запит запитана но я здесь сделал более большую площадку ну вот давай тогда на эту площадку это все и перенесем так принцип больше не надо этого хватит так вот здесь я тогда ставлю нашу кот лензию все это мы подключаем к этому к энергии все энергия подается хорошо пошли надо пересадить все все вот это что мы посадили все туда сюда да бра у меня рюкзак запал ну давай освобождай тогда рюкзак и по платформе там поэтаж эти семена да 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 и тети надо перенести или это не причем нам надо будет сажать их короче я сейчас построил мне нужен блок выравнивать есть целый контейнер почвы или нет да 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 а у меня тоже есть все не надо нужен блок выравнивания принтер вот блок выравнивания еще сначала сделаю для насаждения такую фигню так ладно если что подвинем где-то вот здесь тогда начнем равнять так так и блин фигня получается ладно давай вот здесь поменочка такой арки поместится все памятника стране я думаю должно поместиться ну и условно чтобы это все просто пизде где вот так и вот здесь еще одну вот так вот так все теперь это все надо посередине вот сюда не посередине наш дальний блок с почвой ну просто скинь на землю и сам возьму так теперь не знаю получится или нет нет сейчас надо исправлять ладно мне нужен 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 маленьких участков как он там называется модификатор малых участков делается из одного цинка я по моему даже крафтил нет может и не крафтил не важно сейчас крафтим новый модификатор маленьких участков есть так ставим его на себя а второе 7 1 ложить в эту можешь положить надо чтоб ты все семена сюда перетащил пока куда вот сюда виши еще сравняю стенки вот здесь вот сюда надо поставить я делаю типа небольшой навес так она подается а он все вижу сразу но сразу подается я еще сделал небольшой для них навес чтобы когда мы использовали модуль которым мы сажаем семки они не разлетались просто потому что по-другому они к сожалению разлетаются я сразу тогда все переварю вари-вари такой высоты я думаю но вполне хватит что пошел за семенами давай так надо как-то придумать крышу выровнять потом после этого конечно не обязательно делать так ровно но типа так красивее наверно будет есть я тебя скину семечки нет сажай их сразу внутри прям сажать я вы выравниваю здесь видишь тогда под тыквы надо территорию побольше нет все семки будут здесь в одном месте как можно ближе садей а не другом не лопаются навесли очередом нормально все будет так мне теперь как-то наверх залезть нужно как мне залезть наверх и и подсадить залезу через амбар может быть не залезает через амбар где мне тут наверх запрыгнуть я конечно могу просто по-другому почвой залезть но это не то что нам нужно ладно видимо это единственное что мы можем сделать так и делаем крышу теперь все отлично получилось рубля у меня ничего не пропадет все будет переработано сюда какая ферма блин я упал просто аккуратно заход сделать плавник не так нам не нужен этот заход мы туда ходить не будем потом удалишь ну что ж ты будешь делать то запрыгнуть просто все есть все сейчас доделываю потолок чтобы она не улетала и вот здесь все пойдете блин так нам надо все семена ты только тыквы посадил да сейчас я переработал только перерабатывать она автоматом будет сколько там у нас получилось на ферме 150 цены сгруза на 150 она заходит может прямо на склад ставить она автоматически будет так давай ракету отправим потеряли 500 байтов так теперь 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 нам понадобно так пока авторуки все по скидываю платформы в уши нам надо сделать сортировщик сортировщик наверно сделаем с помощью конец среднего амбара все три авторуки будут сортировать разные семена теории так вот это вот так мы его ставим одна авторука допустим подает остальные сортирует так а шо он теперь у нас просит эквалин не ксатан по-прежнему а так мы можем по идее выполнить или нет она засчитывается полоска что-то я не вижу комплект биотоплива в прошлого что-то что-то непонятно считает она или нет ладно придется здесь спереди три авторуки ставить и сзади придется как-то по-другому делать не так как я хотел ой сложно сложно но можно сложно сложно как говорится если хочет не хочешь делать сам заморозься один раз так нам нужны теперь модули 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 так не те ребята ответьте в комментариях стране до сих пор покулярен модуль задержки счетный модуль не нужен кнопка повтора у нас есть до кнопка который ты созданет модуль близости счетный моду нет кнопка повтора цинк 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 кнопку повтора и делаем подожди нужен длина модуль близ задержки нужен точно все хорошо так же так вот так и вот так это поставим здесь это поставим здесь да вот наверх как понимаю ставить так мне надо чтоб она захват захватывала все не так просто ну да а было и сразу поставить а потом огородик да не прокатить так если мы ее здесь тут не все захватывает здесь не все крыши надо огород рассаживать ладно потом это сделать все я кажется догнал немножко как нам это сделать сейчас берем просто платформу с одной авторукой которая будет забирать вообще все подряд оставить на склад и ставить у нас на склад да а потом со склада у нас будет авторука так выбирать главное чтобы авторука не захватывала модули вот это единственная проблема единственная проблема что авторука может забирать модуль нам надо его как-то так расположить чтобы она в радиус не попадала модуля а если органик он на фильтр нами а по хорошему мы можем несколько таких модулей поставить либо вот это вот небольшая проблема есть конечно с этим так как примеру нам нужно соответственно еще одна авторука и три платформы либо 1 длинная платформа руки которые будут сортировать и отдавать уже непосредственно наш склад у нас сейчас только две авторуки есть так давай сейчас еще третью сделаем слушай мы модули можем по идее сбоку расположить вот нам главное модуль близости правильно поставить типа вот так он не цепляет а перевернуть его нельзя проблема конечно есть в этом огромная в астрагире ракет показывается вот так он идеальнее всего становится на так по моему авторука хватает надо проверить надо подключить это все так 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 беру графит у нас алюминий кончился жопа полная нам нужен алюминий нам не хватает на фаре дата буду не хватает на авторуку блин ну поеду на скалу на скалу он под землей алюминий да алюминий под землей находится так нужны маленькие платформы ладно эту под землю зарубежу прям рядом где-то был нас точно не один алюминий завалялся на всего одного не хватает не стоя посмотри ты вроде глянул нет так три платформы из крафте уже три платформы у нас имеются у нас тут алюминиевый сплав только валяется и все как он там будет лететь лотерит называется так авторуку ешь могу немножко сместить по смыслу но что рука у нас опять же не захватывает все блин господи пока на модуль цепляет ох 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 А он нас захватывает. Так, нам надо вот эту платформу поставить вот сюда. Здесь у нас пойдут дальше авторуки. Так, давай. Сделаем сортировщик. Для этого нам, конечно, надо еще три топлива найти. Сделать точнее. Сейчас попробую их вручную забахать. Так, три платформы есть. Давайте соединим их. Так. И вот так. Потом отрегулируем. Мне же сразу его потом... Ау! На печку пихать. Что? Да, да. Мне просто один алюминий для авторуки не хватает вообще. Ну я сразу рюкзак заполняю, чтобы потом не бегать опять же. Так, еще нам надо к энергии все подвести. Самым простым способом у нас будет вот эта штука. Не, не. Так, что-то хватать будешь авторука, покажи мне. Ну естественно, кто бы сомневался. Модуль сразу схватило? Да, сразу же просто модуль схватило. Слушай, а если на авторуку поставить модуль? Чтобы она его держала просто внутри. И он будет активироваться. А другой авторукой хватать все, что надо. И все. А он тогда забагается от этих модулей. Она будет включаться и выключаться. В принципе, это нам и нужно. В теории, возможно, сработает. Не знаю, надо проверять. Так, ладно. А тебе авторуки пока сюда. Ладно. Почти рецепт заполнил, поэтому я на... Поверхность выбираюсь. Так, берем два семечка. И берем вот это. Еще тыковка нужна. Давай посмотрим, что у нас сварится из этого. Поплесить есть печь. Чего я буду бегать? Вот у нас рецепты. Котлинди. Тут требуется атакус. Мутириша летущая семя атакуса. Чего она не ставится? Чего она не ставится, э? Почему у меня... Атакус есть? Ну, у кого не стоит, у того и не вставляется. Как будто проще на самом... А, вот. Типа, что семя не атакуса взял. Я спидфлайера взял. Я дурак. Так. А, нет, это были семена атакуса. Нет, это не понимаю, почему Котлиндия не хочет их делать. Вообще странно. Супер. Котлиндия, ты сошла с ума? Скажи мне честно. Я сошла с ума, я сошла с ума. Мне нужна она, мне нужна она, что перерабатывала. Так, один образец твердотыквы и мутирищее семя. Образец твердотыквы. Мутирищее семя атакуса. Летучее. Я не понимаю вообще. Колючее семя. Что, мы обратно на планету полетим? У нас не то семя, походу. Сейчас. Летучее, два летучее посмотрим. Мутирищее элегантное семя с Pewfire. Мутирищее летущее семя. То есть, это не то семя. Это не те, оказались, семена, что нам нужно. Ага, будем любить вас планет. Летучее семя. А здесь элегантное должно быть. Четыре, недопонимаю немножко. Первый раз делаю эту хрень, на самом деле. Никогда не выполнял эти дейлики тыквенные. И немножко затупик получается. То есть, у нас нету ни тех... Так, атакуса покажи мне еще раз. Это ты без проблем делаешь. Я вижу. Колючее семя. У нас мутирующее летучее семя. Атакуса. А тут должно быть мутирующее колючее семя атакуса. Там еще и атакусы разные. И что? Ну, так оно не делается. Ох, какая тыква. Мясистая твердотыка выросла. Оба, она с нее завалилась, конечно. Прям нормально? Да. Короче, не знаю. Пусть туда... Эти нафиг можно. Вот эти нафиг можно вообще фигачить. Здесь я фильтр поставлю. Пусть она передает. Те я пока уберу. Так. Че за хрень? Эти нам не нужны. Че за хрень? Все равно вручную типа рецепт менять придется. Ну, типа, короче... Совсем странная фигня. Я думал, можно проще автоматизировать это все гораздо. А получается какая-то фиганя. Так, вот эти что? Вот. Нет, спидфлайеру мы собрали правильный. Кстати, спидфлайеру мы правильный собрали. А вот атакуса мы не того взяли. Он у нас почему-то летучий. Вот, спидфлайер делается без проблем. У нас только атакус не тот получается. Ясно? Все, ты отдаешь, оно делается. Отлично. Так. Вот только суть в том, что оно должно сразу сажать. Так, ты пока здесь сядь. А вы пропадайте, пацаны. Вы нам не нужны. Так. Давай сделаем вот так пока что. Смотри, вам все семена повылазили. Ай, авторука автоматически отключилась. Кайф, 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 кайф. Так, вот эти все собираем. Авторука до всех не до... Короче, более сложное топливо будем делать вручную. Потому что так просто-напросто проще делать. Потому что авторука до всех не достает. Вот, оставить кучу авторук. Это, короче, напряг полнейший вообще будет. Ты тут вообще нет? Ясно? Понятно. Так, давайте. Вот это сажаем. Слишком глубоко у нас оно зашло. А на что мою эту забрало мой модуль? Вот, подруга молодец. Ладно, сами посадим. Придется вручную сажать. Вот, проблема тыковок, что они переворачиваются, к сожалению. И с этим ничего не поделать. Как будто бы проще все-таки вручную это делать. Но нет. Короче, спидфайры эти сюда ставим. Будем только тут тыквы выращивать. Походу, так делать все-таки гораздо проще. Так, все, эти пропадают. Отлично. Вот этот надо посадить. Пока он не пропал. Растут они долго, поэтому... Ох, конечно, да. Вот этот тоже все выкидываем. Пойти попробовать атаку с этот поискать. Они у нас вроде были. Так, это у нас наксотан получается. Отлично. Отлично. Вот здесь фильтр не нужен. Здесь его убрать, чтобы он автоматически передавало просто. Так, вот это вот то, что мне удалось собрать. По приезду два графита. Три модуля близости нам прилетело. И два алюминия. Это с нашей отправки последней, которая была. Как бы не богатый улов, но в принципе пойдет. Вот, кстати, придумал, в принципе, как это можно автоматизировать. То есть ставить вот этот сортировщик. Соответственно, на одно колючее семя. Я за ним еще полечу, естественно. И второй на спидфлайер. А здесь по центру у вас обычные, допустим, продавцы... Эти продавцы, говорю. Образцы твердотыквы передаются. И, соответственно, здесь уже склад сам сортирует. В зависимости от того, какой рецепт у вас стоит. Но в целом это не имеет смысла. Потому что вы можете это делать на одном топливе. То есть, либо отопетрол, либо нюксатон. То есть, в данном случае я делаю тот же нюксатон. И у меня, в принципе, все выполняется без всяких проблем. То есть, опять же, сортировщик не обязателен получается. Вы можете это все сделать на одном топливе. Главное, чтобы, я так понимаю, оно было более дорогим. Потому что в дальнейшем оно будет запрашивать. Пока для этой полоски достаточного вот этого. Как будет на следующей, надо уже будет, конечно, смотреть. Сейчас будем смотреть, собственно. Смотрите, как я сделал. Я решил на постоянку не автоматизировать. Раньше семечки пропадали, но разработчики это исправили. То есть, теперь при активации модуля близости семечки у вас становятся ровные и сажаются в любом случае. Для меня так много не надо, так как у меня стоит одна авторука. То есть, мне, в принципе, достаточно то, что она передает вот сейчас в данный момент по одной. То есть, более чем достаточно. И достаточно, соответственно, здесь одной авторуки. Серега вернулся. Следующая задача мне сделать тогда так, чтобы у нас передавались непосредственно вот эти цветочки. Но надо сделать так, чтобы они, опять же, не разлетались. Сейчас мы попробуем с модулем близости. Как это сработает. Разлетятся они или нет. Нет, в принципе, они остаются на том же месте. Но прорастают, опять же, не все. Видите, они наверх прыгают. И растут не все. Это не есть хорошо. Угу. Да. Так, давай пока другой рецепт. Пусть эти поварят. Что у нас тут уже семян накидало что-то? Вот, оно передает дальше. Извиняюсь. Немножко еще болею, поэтому голосок такой. Вот оно передает дальше. Сейчас зарядит полностью нам эту часть. И давайте отправим нашу ракету. Посмотрим, что нам с этого прилетит. Так. Значит, мы можем сделать так, чтобы вот эта авторука... Сейчас спидфлайеры вырастут. И опять же, можем такую же сделать модуль. Как там. Не уверен, что оно, конечно, разлетаться не будет. Но в теории я сейчас могу это чуть-чуть подровнять. Так, это что у нас? Модуль задержки. Еще один модуль близости у нас. Господи, столько модуль близости, игра сама намекает. Давай-давай. Делаем модуль близости. Ракета прилетела, но в этот раз без призов. Обошлось. Ладно, сейчас подровняю. Планету собирали. Плоти, насекомых. Тут все равно вручную немножко надо. Немножко надо вручную работать. Потому что спидфлайеры не восстанавливаются. Допустим, верхний слой будет забирать авторука. А нижний сажать. Вот, да, он забирает верхние слои. А этот спидфлайер у нас сажается. Вот до этих он тоже не дотягивается. А, ну и семена же надо менять, правильно? На этом тыкве. Да. Ну, опять же, их надо менять вручную. Поэтому бессмысленно делать вот это, что мы делали изначально. Ну, по факту уж можно просто взять две поставки тыквы, не? Можно, но нужно ли? Ну, вообще, да. Как вариант, можно вторую попробовать. Чтоб они сразу два вида топлива делали. То есть, с одной стороны, к примеру, вот две площадки сделать. Одно с именами тыквы. Здесь, к примеру, с именами вот эти, которые у нас вторые. Нет, смотри, мы можем проще. Можем две тыквы просто сюда поставить. Все. С разными рецептами. Единственное, что тогда вот этот амбар убираем. Но, в принципе, ничего страшного. Вот мы ставим вторую с твердотыквами, а эту оставляем со спидфлайерами. И, по идее, они будут автоматически подсасывать все, что нужно. Ну, да, это работает. Отправляем ракету нашу. Это работает. То есть, частичная автоматизация, но присутствует. Все равно немножко вмешательство человеческое требуется, конечно. Вот как со спидфлайерами. Они еще не прорастают. Спидфлайеры очень долго растут. Поэтому предлагаю... То есть, запаздывать будет. То есть, надо взять. То есть, флайвер поставить вот здесь. Атакус, в принципе, вообще пофиг. А здесь поставим Котлендию вот так. Она очень, видишь, долго делает вот эта фигня. Она быстро перерабатывает, а это медленно. Ну, когда ракета прилетает, может быть, она в этот период будет попадать и как раз-таки это. Нет? Нет. Она очень долго делает. Очень долго. То есть, тогда лучше, если она долго делает, здесь ставить как раз-таки спидфлавер, а здесь ставить обычный рецепт. Давай, тыквы. Я могу сделать, конечно, так, чтобы у нас семечки сами прорастали на постоянке, но у нас быстро заполнится так склад, и с этого толку никакого не будет. И давай вот это. Офигенно. Что-то одна проросла, а вот. Всё, прорастайте сразу, забирай верхние слои. Да, нормально, отлично. Он чисто вверх забирает вообще чётко. Вообще чётко. Только вот вторую руку надо чуть-чуть поворачивать. Вот так. Отрегулировать нормально. И всё, всё, и всё работает. Минимальное вмешательство требуется, но совсем минимальное. В принципе, всё получилось, я считаю. Вполне себе. Только вот сейчас по нюансам я смотрю, что... А, теперь у нас... А почему у нас авторука не отдаёт теперь ничего? А потому что у нас амбар стоит. Не там, где надо, условно. Он приоритет. То есть надо поменять эти... Эхе-хе-хе-хе. Несомненько. Не совсем. Местами поменять нам это не поможет. А если амбар поставить, его можно на какой-то определённый ресурс сделать? Нет, амбар на определённый ресурс нельзя. Нам авторуку надо переставлять как-то по-другому. Чтобы она передавала. Блин, ну тише, опять с двумя котлендиями уже не так интересно получается. С одной стороны, да, быстрая переработка. А с другой стороны, авторука не даёт куда надо. А если поставить на вот эту авторуку отдельный хроничный хронич? Это всё легко делается. Вот, просто здесь ставится доп-платформа. Вот здесь. Нам надо сейчас другую платформу. Между ними просто от амбара руку поставить и всё. Можно поставить второй амбар даже спокойно. Типа вот сюда. Вот. Даже... А, так для неё же, по-моему, даже не нужна платформа. Да, для неё даже платформа не нужна. Вот, смотри. Типа ставим так. Она же будет запускаться. Да, всё работает. Вот так она будет работать. Пока видишь, он семена передаёт. Вот это единственная проблема теперь. Нам не надо, чтобы он семена передавал. Нам надо, чтобы он передавал только топливо. А вот для этого надо ставить фильтра. Ладно, ставим фильтра тогда. Пусть передаёт чисто не к сатан. И поставим тогда вторую авторуку. Где у нас есть ещё одна? Которая будет. Которая будет передавать вторую. Можно пока забирать генератора. Ну, давай возьмём с генератора, чтобы и сделать. Иди сюда, подруга. Да хорош. Ну, ну, прекращай ты. Ну, что ты сделаешь, подруга? Так, а ты будешь передавать у нас вот это топливо. И, в принципе, всё. И, в принципе, всё, да. Так, и всё. И у нас всё выполняется. Так, включайся. Всё, да, отлично. Всё, теперь всё, что осталось. Это только с периодичностью нажимать на тыковки. Или всё-таки зациклить их. Чтоб они на автомате всё делали. Ну, вообще, я думаю, лучше зациклить. Чтоб меньше помешательства было. Но оно всё равно требуется. По факту. Ну, хотя давай попробуем. А, у нас, кстати, заполнилась эта фигня уже полностью. Ракета. Ну-ка, запустится она без платформы. Да, без Б вообще запускается. Всё, отлично. Так, зациклить. Это нам, получается, задержки моды нужны ещё. Так, сейчас зациклим. Так, тыковки, давайте, вырастайте. Да, господи, что за баги? Я не могу попасть. Багов нет. Эта игра шикарна. Согласен. Так, вот, пусть она передаёт семена. Нам надо эту часть. А, у нас ещё модуль упал. Горить в аду тем, кто считает по-другому. Да, бле. Прошу прощения, у меня это... Моё второе я. Высыпается. Так, это можно сюда, в принципе, поставить. Так, это мы, получается, берём это сюда, это сюда. А, только сегмент нужно выставить один. Вот так. И вот так. Это так. Вот так. И отсюда. Вот сюда. Да, по-моему, так это делается. Всё, оно теперь на автомате постоянно будет работать. Мы немножко тыков потеряли, да, пока я это делал. Они чё, разрастутся ещё. Всё, видишь, она зациклена, она теперь по КД передаёт. Авторуки по КД, и всё, что остаётся делать, это только подходить и нажимать на платформу заказов Экзо, и всё. А, вот эту часть тоже зациклилась? Эту часть нельзя зацикливать, мне кажется. Не, можно попробовать, но мне кажется, она будет некорректно работать. Давай попробуем, типа, почему нет? Нам нужен ещё один модуль задержки тогда. Ещё один модуль задержки наш. У-у-у, пойду, байты нам намечу. Так, модуль задержки. Господи. Господи, здесь что происходит? Так, как будто бы надо принтер развернуть в другую сторону. По-моему, я не ошибаюсь. Так, как я тут зацикливал. Работает всё? А хрена с 2, она работает. А не работает. Всё работает. А вот просто не сразу всё проросло. Все семечки вырастают сразу. Да, все. Огонь. Так, пора ракету отправлять уже. У нас тут уже склад переполнен. Блин, если зациклить вторую, то точно склад переполнится ещё быстрее. Так, ну ладно, ладно, ничего страшного. Так. Это есть, это есть. Мы ставим модуль задержки. Вот сюда. Задержка пусть 0.1 будет. И мне нужен ещё кнопка повтора. Нужна кнопка повтора. Есть ли у нас цинк вопрос? Нужна одна единица цинка. Переплавим, сейчас будет. И в принципе, и в принципе, и всё готово будет. И схема рабочая. Так, цинк есть. Модуль задержки. Модуль близость. Кнопка повтора. Есть. Побежали ставить быстренько. А можно ракету автоматически отправлять? Да, можно. Да господи, поставь всё, пожалуйста. Боже, сегмент. Мне хочется, ладно, наконец-то. Есть небольшая проблема Модуль стоит слишком близко Получается, давай тебя чуть подальше Поставим Авторука не хочет работать Все, в принципе, эту часть тоже Автоматизировал Спидфлайеры теперь тоже автоматически передаются Ракету, чтобы на автомат Запуск Ставить, на самом деле, беспонтово Потому что она тебе с периодичностью Выдает вот такие плюхи, смотри, вот сейчас нам ракета Прилетела Нам прилетел блок выравнивания, контейнер Эхо-чип прилетел Реактивный топливо Прилетел, выравнивающий модификатор Прилетел, еще один блок Выравнивания прилетел И еще одна банка прилетела Короче, тут игра, грубо говоря Тебе намекает, что вот эти вот все вещи Вам нужны для того, чтобы построить вот это То есть В принципе, в чем прикол С тренера настолько сейчас проще стал Вам не нужно заморачиваться Строить вот эти части Как мы сейчас это делали Сначале, да? То есть мы по неопытности это сделали Но смысл какой? Вы ставите первую тыкву Переплавляете Вам прилетают эти ингредиенты И вы строите вот это Изи просто То есть не надо даже свои ресурсы тратить Вам все острое не родает на это Ну прям Прям слишком легко Как-то стало А ракету на автоматизацию То, что ты спрашивал Как я сейчас поставил вот эти модули Просто в другом немножко порядке Если через модули задержки ставишь Либо через счетный модуль контейнера Чтобы ракета отправлялась Через определенный промежуток времени Автоматически Все Ну вот видишь Она Тут проблем нету Типа подойти ее Нажать я считаю Потому что иногда Надо какие-то материалы забирать А так она у тебя на постоянке Летать будет О, видишь Она уже сразу полная Все Сразу заполнилась ракета Ну это разве плохо? Нет Хорошо наоборот А почему она не Сюда не закидывает Вон Мы уже выполнили Первый комплект Биотоплива Прошлого Выполнили Нам осталось 8000 всего То есть это в принципе Достаточно быстро Доделать Разблокируем Прыжок в листья Видишь у нас Прилетело достижение Нет Почему у нас авторука Не собирает Что с энергией У нас энергия закончилась А все Надо было раньше А как у нас могла энергия Закончиться везде Супер странно Ладно Надо генераторы Тогда ставить уже Да Надо теперь генераторы Ставить Автоматизация Забирает кучу энергии Вообще надо бы Конечно Солнечные панели Как-то выставлять Нормально И кучу батареек Надо выставить Не так Сам прикол Здесь энергия есть А все Пошло Пошло Уже и ракета Прилетела Ну да Получается Не обязательно Заполнять Конечно В идеале Вторую Найти Быструю Котлендию И вот тогда Это будет Общая пушка Потому что Склады Вон заполняются Пока первая Делает Один образец Очень быстро А то есть Зеленая Это быстро Идет Да Зеленые Очень быстро Делаются А вот Красные Медленно В принципе Места хватает Вроде все Но тут И спидфайеры Уже Расплодились Троху Ну да Даже семечки Чуть-чуть Выпадают Но это К сожалению Неизбежно Да Получается Так Все Автоматизация Получилась Ура Мы автоматизировали Ура Получилась Автоматизация Автоматизация Мы отправляем Последнюю Ракету Можно Отключать Все это Нафиг Да Вот такую Эмоцию Новую Мы получили Компонент Покажите Пожалуйста Опа Нормально Вот такие Вот Потрясающие Шляпы И еще Шляпа Вот такого Типа у нас Появилась Честный Трудяга То есть Как видите Дейлик у нас Уже Выполнил Сейчас у нас Вернется Ракета У нас Начался Только В принципе Поддержку Теперь только Запрашиваем Вот этот Вот Мусорка Которая Здесь Стоит Это все Что удалось Нам Собрать С помощью Выполнения Этого Дейлика И как Видите Еще Мусорка Прилетела Гидрозиновый Джетпак Еще Один Гидрозиновый Еще Гидрозин И еще Гидрозин Неплохо Неплохо И теперь На постоянке При заполнении Мы будем Получать Рандомные Скорее всего Потому что Прошлый раз Прилетал Астронир И обычные Джетпаки Плюс модули Близости Исследования Эхо Чипы А сейчас Летит Вот Это То есть 500 Мы получаем За одну Ракету Автоматизацию Мы уже В принципе Отключили Так как Дейлик Выполнен Полностью Тож Ребята Вот такая Автоматизация У нас Получилась Обязательно Ставьте лайк Подписывайтесь На канал С вами был Накотей И я Медный Всем удачи И пока Пока Подписочка Комментарии И лайки Если Не Подпишетесь Я Приду За вами Субтитры Семали